Меньше месяца осталось до начала нового учебного года в школах и несколько дней до запуска в полномасштабную работу детских садов. Как они к этому готовятся? Посмотрим на примере двух учреждений. Школа номер 51 в этом году ей исполняется 40 лет, но массовых торжеств, к сожалению, устроить не получится. Подарком к круглой дате стал большой ремонт внутри и реконструкция стадиона. В школе капитально ремонтируют два кабинета – биологии и технологии. Обновили спортивный зал и вот-вот приступят к реализации давней мечты. Стадион, который сейчас выглядит как заброшенный, серьезно преобразится. Полностью демонтаж и установка ограждения, вырубка всех деревьев, их 60 штук, будут выкорчевывать эти деревья. Освещение, столбы с освещением будут установлены 7 штук по периметру. И площадка для мини-футбола 20 на 40 метров. Плюс вокруг этой площадки точно так же будет ограждение определенное по требованиям, оно там из пластика идет. Начнут на днях, и это только первый этап. В планах полное преображение стадиона, оно займет 4 года. И не пугайтесь, вырубленные деревья заменят новыми. Мы получили порубочный билет. Мы знаем, что по закону вместо одного срубленного дерева мы должны посадить три. Мы эту работу уже параллельно ведем. На территории школы у нас высажено уже 29 деревьев. Мы высаживаем их в рамках акции к 75-летию победы. Серьезно готовятся и в плане нововведений по санитарно-эпидемиологическим требованиям. Каждый класс планируют привязать к одному кабинету, ограничить перемещение детей по школе. Обучение, возможно, будет очно-заочное. Как вариант, половина класса в школе, половина дома. На следующий день меняются. Да, это для всех новшество, но придется привыкать. Прием в школу тоже будем. Если мы раньше в 8.30 начинали, у меня 800 человек заходило в школу, шли и шли. А сейчас нам нужно, во-первых, у нас будут функционировать 5 выходов и входов. Соответственно, мы для этого подключаем все запасные выходы. Проведем работу разъяснительную с родителями, с детьми и процесс запустится. Еще более активная подготовка сейчас ведется в детских садах, хотя по большому счету практически все они готовы к открытию. Там, где требовались ремонты, их провели во время усиленного режима самоизоляции, как, например, в 165-м садике. В трех группах был капитальный ремонт трех туалетных комнат и трех буфетных комнат. В туалетных комнатах были отремонтированы потолок, стены, пол, отопление, заменена сантехника, пластиковые окна, установлены пластиковые новые кабинки для детей. У нас в районе много молодежи. Говорят работники садика, востребованность большая, приписано более 400 детей. И открыться на полную мощность не будет проблемой, поскольку уже сейчас работают шесть дежурных групп. Ну, мы, если честно, уже в таком режиме работали с начала пандемии. С февраля месяца мы тогда уже подготовились. У нас были антибактериальные средства, масочный режим был введен, были приобретены термометры бесконтактные. Лампы дезинфицирующие, которые работают в присутствии ребенка, обеззараживают. Одну лампу мы повесили на входе. При входе она работает в присутствии постоянно, пока идет прием во время утреннего фильтра. В масштабах города, надо понимать, процесс открытия детских садов не будет мгновенным. Готовность каждого учреждения должны проверить представители контролирующих органов. У нас в Оренбурге порядка 140 дошкольных образовательных организаций, поэтому вы сами понимаете, чтобы согласовать с Роспотребнадзором открытие каждого, на это понадобится время. При этом дежурные группы функционируют в полном объеме и призваны закрыть полную потребность всех, кому сейчас очень срочно необходимо, ну, родителям выходить на работу. Отметим, что родителей в здания садиков сейчас не пускают. Эта практика сохранится и далее. Соблюдение мер профилактики распространения вируса требуют как от работников детсадов, так и от пап с мамами. Для всех детей осмотр врача на входе. При этом дальнейший распорядок их пребывания в группе или на прогулке почти не отличается от привычного ранее. Также у них с утра идет завтрак, после этого организовывается утренняя прогулка, потом второй завтрак, потом после прогулки ребенок приходит, у них такие гигиенические процедуры перед обедом, время обеда, тихого часа и послеобеденное время также развивающие игры, ну, смотрение детей. Для тех, кто уже водит ребенка в дежурную группу, процесс понятен и отработан. Родители, чьи дети пойдут в садики после их полномасштабного открытия, просят не переживать и не забыть подготовить справки. Требования, собственно, здесь не меняются. Справка о состоянии здоровья обязательно. И мы сейчас, в весь период карантина, берем справку о санитарно-эпидемиологическом благополучии, которую выдают врач-инфекционисты, и это требование тоже сохранится. А это в детской поликлинике. Это все там же, где берется справка на ребенка. Альбом для рисования, цветная бумага, тетрадки. Комплект для получения пятерок готов. Осталось найти ему хозяина или хозяйку. Все яркое, все такое цветное. Самое главное, что это необходимо. Вот такие яркие наполненные рюкзачки через пару недель получат несколько сотен оренбургских первоклассников совершенно бесплатно. Акция под названием «Соберем ребенка в школу» снова приходит на помощь малообеспеченным семьям областного центра. Ежегодно мы собираем где-то 1700-1800 портфелей, а школьные письменные принадлежности канцтовары – это карандаши, ручки, тетрадки, альбомы, краски. Более 30 тысяч единиц. 626 тысяч канцелярских товаров, 20 тысяч ранцев – общий итог предыдущих сборов показывает. Оренбуржцы не жадничают, когда речь идет о детях. За всю историю акции получателями бесплатных ученических комплектов стали более 22 тысяч девчонок и мальчишек. Скольких ребят удастся обеспечить в этом году пока неизвестно. Все, как и всегда, зависит от горожан. Ведь это они наполняют копилку школьно-письменных пожертвований. Пока, говорят в Управлении соцполитики, счет идет на десятки укомплектованных портфелей. Однако акция только началась. Любой желающий может принести в Центр социального обслуживания населения школьные принадлежности. Я думаю, что они обрадуют многие семьи наших маленьких оренбуржцев. Спасибо заранее всем тем, кто откликнется на наш призыв. Подкорректируют ли цифры нынешней акции сложная финансовая обстановка? Наверняка злополучный вирус диктует свои правила во всех сферах. Уже сегодня понятно, что и формат доброй акции в этот раз будет другим. К сожалению, формат проведения торжественных вручений первых школьных принадлежностей, конечно, у нас меняется. Мы в этом году не проводим первое городское такое торжественное мероприятие, которое стало традиционным. В этом году мы планируем проводить такие мероприятия на площадках, на дворовых площадках, будут заниматься округа. Думаю, спланируем так, чтобы это не было много, но чтобы это было на всех площадках города. Акция продлится до конца августа. В Центрах социального обслуживания с радостью примут школьно-письменные атрибуты в любом объеме. Редактор субтитров А.Семкин